Придумано и изготовлено по версии... Привет, Брейл-Раша! Дайте угадаю, дома сидите, да? Ничего себе! Как там дела на пороге апокалипсиса? Там за порогом, за окном, бушует, значит, вирус. И в чём его прикол? Прикол этого вируса в том, что один человек может заразить очень много людей. Тип смертность небольшая, но из-за того, что заразиться могут все, смертность будет огромная. Поэтому нам нужно сидеть дома. Чтобы минимизировать потери. Понимаете, какая штука? А вот эти все ребята, которые такие, да это чушь, это придумали СМИ. Я им желаю просто пережить и понять, что они были неправы. А даже если не понять, то просто не заражать других. Поэтому соблюдать карантин, это, знаете, первый раз в жизни возможно, в моей, когда правительственные рекомендации, типа там, когда Собянин публикует что-то и все вот эти вот талантливые, молодые, не очень молодые люди, они что-то публикуют? И это надо делать, исполнять, потому что в этом есть смысл. Ваши родители, вы, ваши бабушки, они могут остаться живы благодаря этим рекомендациям. Поэтому первые в жизни послушайте правительство. Я не верю, что я в этом говорю, но сейчас можно. И в это сложное время, особенно сложное для нас, для людей, которые могут кататься только на улице, потому что, типа, стрит-скейтбординг это единственный настоящий православный скейтбординг. А стрит, он сейчас невозможен. На балконе места недостаточно для стрита. Поэтому чем же нам заняться? Давайте спросим у специалиста. Вы можете спать. Вы можете пересмотреть шесть лучших фильмов Питера Джексона еще раз. Можете объедаться дорогостоящими деликатесами. Или можете, наконец-то, научиться рисовать. Или заняться самым правильным из возможных занятий. Карпетбординг. Вы видели пример того, как можно, чем можно заняться дома, как можно погонять дома. Карпетбординг, мой любимый. Это не одно и то же, что и настоящий скейтбординг. Но это близко, потому что ты, типа, не даешь мышцам забыть, каково это крутить флипаки. Вот. Единственное, что я вам рекомендую. Я делаю это реально в квартире, потому что реально живут соседи. Они вроде бы пока не барагозили. В принципе, барагозить не очень-то и шумно было. Правильно? Так вот. Если вы планируете это делать себя дома, то я вам рекомендую, типа, пожалуйста, очистите все пространство. Я не отвечаю за вас. Ваша цель – пережить карантин, не умереть. В том числе и от скейтбординга дома. Поэтому уберите все острые углы, не катайтесь с ножницами в руках. Короче, вы сами за себя в ответе. Я вам не рекомендую убиваться дома. Но если вы планируете покатать дома так же, как и я, то уберите все опасное вокруг. Вот. И продолжая с этим, я объявляю вот такой, знаете, челлендж, типа, карантинбординг. Хэштег карантинбординг. Вы делаете трюки дома, постите их в инстаграме, в сторис можете постить, отмечайте нас. И самые клевые, красивые, модные, потрясающие трюки мы бы опустим к себе в инстаграм Брейл Раша. Поэтому обязательно делайте трюки. Главное, занимайтесь спортом, в том числе, типа, простую там зарядку, качалку дома, никто не отменял. Разминайтесь, растягивайтесь, делайте трюки, карантинбординг. Подписывайтесь, карантинбординг. И еще, у нас, слава богу, я не слышал, чтобы среди наших друзей были потери. Я думаю, у нас все еще есть друзья, с которыми, я думаю, нужно связаться по удаленочке и выяснить, чем они занимаются, как они, и все в таком духе. Поэтому давайте смотрим. Привет, Аарон. Как поживаешь в такие времена? Да, это везумие. Я нормально. Также сижу дома в своем гараже. И мне повезло, что у меня хотя бы есть гараж, в котором я могу катать и делать трюки и все такое. Да, ты везунчик. Ты в порядке, Могли? Могли, ты в норме? Да, я в норме. Я живой. Практикуюсь на скейте, когда у меня для этого есть возможность. Практикую трюки во флэту для тех игр в скейт, которые устраиваются на Брейл. Карантиновые игры. Катаю на пустых парковках или здесь рядом с домом. А во все остальное время я сижу дома, монтирую кучу видосов. Потому что у меня уже накопилась куча материалов и я прокрастинировал вместо того, чтобы разобраться с ними и начать монтировать. И сейчас для меня хорошее время, чтобы погрузиться в них и начать монтировать для своего YouTube-канала. Ой, Егор, ты живой? Да, все нормально. Я, наверное, как сейчас и многие, это... на двухнедельной самоизоляции карантине перестал бриться. Не помню, что и видел ли я себя вообще когда-нибудь таким вот. Ну-ка. Альберт, ты живой? Вполне. Ну, как обычно. Скажи, в принципе, ничего не изменилось, да? Да, как сидел дома, так сижу. Мы с тобой давно не виделись. У меня главный вопрос к тебе. Ты жив? Я? В принципе, нормально. Хотя я болел, но мне кажется, это не был коронавирус, поэтому... Хотя если я болел и переболел, то тоже хорошо. Так что... Не, у тебя горло болело? Горло болело. А-а-а. Кашель был. Ну, я думаю, это просто простуда. Что скейтеры могут делать во время карантина? Окей, если у вас есть гараж или место, где можно кататься, или можно сделать так, как сделал Джейсон Парр, постелить в комнате на пол кусок фанеры. Если вы можете сделать так, то вам обязательно стоит продолжать кататься и стараться поддерживать активность. Потому что я думаю, что когда ты на карантине и все дома, и получается уже так, что ты не выходишь на улицу, много чего не делаешь, ты начинаешь впадать в такую, типа, как апатию, и нужно оставаться активным, чтобы в том числе помогать себе, оставаться в добром здравии, да? Я думаю, если вам негде кататься, у вас нет куска фанеры и ничего такого подобного, можно начать делать физические упражнения и все в таком роде. Я думаю, вам просто нужен проект, над которым бы вы работали. Вот у меня есть куча старых видеоматериалов, из которых мы будем делать документалку, и также я еще делаю документалку для Энди Андерсона. Мы делаем такую штуку для Энди Андерсона. Это огромное количество монтажа. Так что в моем случае у меня уже есть куча занятий. Это я и рекомендую. Я рекомендую вам найти что-нибудь. Может быть, это проект, который вы начали очень давно и так и не закончили. Но найдите что-нибудь, чтобы вы что-то делали, чтобы вы были заняты, чтобы вы были, ну, знаете, чтобы вам было чем заняться. Потому что если вы такой, я дома, я застрял, мне нечего делать, это хуже всего. Если вы можете, возьмите двухлитровую бутылку от воды, ну, типа, от газировки, наполните ее и балансируйте. Типа, возьмите доску без колес и просто балансируйте. И тренируйте это. Потому что если вы будете проводить свое время на доске таким образом, вы будете ощущать себя комфортнее в некомфортном положении. Вы будете учиться, как двигаться. И со временем, балансируя, вы медленно сможете поворачивать на доске вот так. Типа, делая 180. Я видел много безумных штук, которые делали на балансбордах. Типа, кикфлипы и трехи. И это просто безумие. Я не понимаю, как они это делают. Мы с моим братом так делали, и мы смотрели, кто сможет пробалансировать дольше. У нас получалось по пять минут. И потом мы уставали. Ребята, очень, очень сложный вопрос. Вот у меня есть PlayStation сейчас и Netflix, телевизор. Это должно меня спасать, но это мало спасает. Я нахожусь в такой ситуации, когда мне не хочется уже не смотреть этот Netflix, ни телевизор, ничего. Я не хочу ничего смотреть, потому что я никогда не сидел дома. я все время куда-то выходил, что-либо делал. Но сейчас я вынужден. Через неделю я начал чувствовать вот это, что меня четыре стены давят. Я никогда такого в жизни не чувствовал. Стараюсь с этим бороться. Чем заняться? Мне уже все надоело делать. Я себя заставляю, по сути. Заставляю заняться спортом, отжаться. Ну, я каждый день начинаю с утра зарядкой, но это, как уже знаешь, это как часть меня, потому что я это просто делаю. И все. А чтобы как-то позаниматься конкретно, нужно себя прям заставить. И после этого, да, ты чувствуешь себя хорошо, что ты себя заставил. Но вот этот процесс именно, когда тебе нужно заставлять что-то делать, даже, блин, играть PlayStation и смотреть какой-нибудь сериал, ну, это уже, это, это мучительно. Ребята, заниматься, ну, кто чем, занимайтесь, то, что вам приходит в голову, рисуйте и так далее, на скейте кататься, да, проблема как бы. Это балансборд, например, вот у меня есть балансборд. На балансборде прикольно, я, короче, стою на нем и играю в Nintendo. Одновременно так тренируюсь и развлекаюсь. Вот он. Ну, во-первых, я перебрал свои два комплита, там что-то такое, думаю, так, надо что-то из двух собрать один какой-нибудь топовый, потом обратно, потом на фингере немножко покататься, но все равно, типа, моя квартира не позволяет мне тут на скейте кататься, в принципе, хотя у меня есть доска, я открутил подвески и думаю, прогрессировать. Ну, прогрессировать в реальности получится, но хотя бы что-то, да. Ну, хотя бы no slide можно научиться, знаешь, например, как не потерять свою форму. Да, но очевидно, если вам есть где катать, продолжайте это делать. Да, это очевидно. Но если негде, если негде, знаете, вы можете просто открутить подвески от своей доски и просто делать трюки на ковре. Понимаете, карпет скейтинг, и это вам поможет. А если же у вас нет ковра, ну, в смысле, у вас может быть полость твердой древесины, тогда, может быть, подвески можно не откручивать. Но тогда появятся родители, которые могут быть очень расстроены. Да. И это самая опасная часть. Да, это правда. Но балансборд очень хорошая идея. У нас есть коврик для йоги, и до всего этого у меня был абонемент в качалку. Но сейчас я даже не знаю. Но мы с моим братом делаем отжимания, приседания, делаем все, что мы можем, чтобы оставаться в форме. Даже 20 отжиманий в день или типа того. Я почти уверен, что это поможет вашему телу сохранять подвижность, чтобы циркуляция по телу продолжалась. Что я мог бы посоветовать, это, ребята, это самосовершенствоваться. Потому что каждый день нужно быть лучше себя самого. Nike мне прислал сумку, резинки, скакалки, какие-то мячики, коврик, чтобы я занимался. Плюс у меня, ну, помнишь, была срочная платформа. У меня много чего есть, что я могу делать, и этого достаточно. Через неделю, в среду, у меня должна быть онлайн-тренировка на Nike Moscow. И я много чего расскажу, что я там делаю. Но это должно произойти. Ребят, надо на самом деле просто мне выпустить комплекс упражнений, которые я делаю. Но он работает, и я думаю, что всем, особенно сейчас, если бы как раз когда ты сидишь дома, делать их каждый день, то можно через месяц выйти не то, что не потерять форму, а приобрести ее наоборот. Потому что, когда ты делаешь перерыв в катании, в катании такой продолжительный. Ну, не супер прям, да, долгий, мы не говорим про месяца-два, такое около месяца, то потом, да, первые два дня тяжелые, а потом, как бы, ты просто с новыми силами, с новой головой ты перезагружаешься, и это лучше, чем иногда кататься, допустим, на протяжении года ты почти каждый день катаешься, и ты можешь чувствовать, что уже не идет прогресс. Это потому, что надо голове дать отдохнуть, поспать, потому что мы учимся, когда мы спим, а не когда мы катаемся, по сути. Делать зарядочку, балансборд опять, кстати, очень классная тема, правильное питание, режим дня, все так же остается. Я звучу, как зануда, да? Все так говорят. Физическую форму сложно сказать. Вот, вот, вот эта проблема, на самом деле, очень такая глобальная, потому что я уже второй день думаю, типа, блин, мне чего-то не хватает, вот, не хватает покататься, не хватает, вот, какой-то физической нагрузки, потому что, по сути, она сейчас в основном одноумственная, ты там что-то читаешь, что-то изучаешь, что-то делаешь, или там просто играешь, такой, ааа, в доте там, йоу, а вот, чтобы попрыгать, побегать, такого нет, поэтому нужно сейчас какой-то себе сделать график, чтобы можно было утром просыпаешься, там, отжимания, пресс, что-нибудь приседал, и хотя бы, знаешь, разбить на день, в принципе, это даже крутой стимул, знаешь, типа, карантин-марафон, ты замутил себе график, и его выполнил, потом ты такой выходишь халком, я готов всех вас побить, такой вариант тоже возможен, да, короче, главное не просекать время, я говорю, время, которое у нас, конечно, по сути забирает этот карантин, ну, мы его должны как-то тоже восполнить в другую сторону. Каковы твои рекомендации, как это все пережить? Хороший, хороший вопрос. Мойте руки, мойте руки три тысячи раз в день, вам нужно хорошо высыпаться, вам нужно питаться здоровой пищей, по сути, все те вещи, которые вы в норме делаете, чтобы держать свое тело здоровым, делайте упражнения, качайтесь, и морально, вам нужно занять голову каким-то проектом, я надеюсь, что все смогут придумать себе какой-нибудь проект, что-то, чем они смогут заняться, чтобы провести это время, как у меня, к счастью, у меня есть все эти видеоматериалы, которые мне нужно смонтировать, и это, это так много работы, еще, у меня есть гараж, так что мне кажется, я неплохо устроился, найдите себе какой-то проект, может быть, у вас есть старые видео, которые вам нужно обработать, и вы можете сделать из них какую-то офигенную видеокомпиляцию, или научитесь монтировать, получите новый скил, это очень хорошо, в интернете полно отличных онлайн курсов, мы даже в Брейл университете делали курс по монтажу, кстати, по этому поводу будет большой анонс, но, но об этом позже, все, чему вы можете научиться, может быть, вы такой, о, я как раз хотел научиться монтировать, или может быть, о, я хотел научиться вести ютуб, я, кстати, сделал свою книгу, доступной бесплатно, на время карантина, чтобы все могли загрузить цифровую версию бесплатно, и узнать все про ютуб, провести время, получая новый навык, но вам нужно быть постоянно, и физически, и морально занятым, и еще один совет, если вы смотрите новости, все плохие новости, и каждый раз после просмотра этих новостей, вы чувствуете себя немного хуже, может быть, стоит сделать пару трюков на скейте, а новости не смотреть, вам нужно сохранять свое здоровье, делать все, что вы могли бы для этого сделать, есть хорошо, спать хорошо, делать для этого все, что можете, я понимаю, что это очень стрессовое время, но находите себе занятия, будьте всегда заняты, это вам поможет, будьте заняты, если вы заняты, становится сложно обращать внимание на все остальное, потому что вы сфокусированы, типа, мне нужно сделать это, создавайте маленькие цели для себя, я не знаю, какие у вас еще могут быть хобби, но углубитесь в них глубже, если вам кроме скейтбординга нравятся еще видеоигры, попробуйте пройти игру, которую вы никогда еще не проходили, начните заново, попробуйте пройти быстрее, но если вы не любите видеоигры, вы, может быть, любите сериалы, возможно, сейчас подходящее время для того, чтобы досмотреть сериал, который вы никак не могли досмотреть, кроме этого, еще можно рисовать, вы также можете начать рисовать арты на наждаках от ваших скейтов, потому что я видел много людей, которые очень талантливы в этом, и это занимает много времени, так что это еще один хороший способ, чтобы время прошло быстрее, и чтобы развить еще один навык. Какие тут можно давать рекомендации, кроме как, ребята, я думаю, что это время надо использовать не для того, чтобы упарываться и пережидать момент, тусоваться, завтра апокалипсис или что, надо затусить, это кончится, это 100% кончится, пересмотреть свои ценности, и выйти, и вздохнуть новой жизнью, и понять, что на самом деле все, что мы делаем, все какие-то вещи, скейтбординг, или там абсолютно другие вещи, они сейчас не важны. Вообще, если завтра ничего не будет, то и этого тоже не будет. Ну, скейтбординга, то, чем мы занимаемся. Направьте это на саморазвитие свое. Да, ну, читайте, как бы читать, это вообще одно, по-моему, из самых лучших, что можно читать и делать упражнения, как-то свою голову и тело держать в тонусе. Твои рекомендации, как это пережить? Netflix и YouTube не считаются. В смысле? Это, понимаешь, это уже как в аптечке первое средство, Netflix и YouTube. Ну да. А дальше что? Twitch. Это все твои рекомендации? Нет, можно еще культурно просвещаться, книжками. Можно все пересчитать, все, что есть. Вот знаешь, когда вот в школе, когда задавали читать что-нибудь, вот я вообще не хотел, вот прям вот отказывался. А сейчас я думаю так, ну, я вроде повзрослел, вот это озарение ко мне снизошло и стало интересно читать книжки, ну, школьную программу именно. В наше время очень трудно счахнуть дома, сидя просто в четырех стенах, потому что у тебя есть интернет, а с интернетом ты, по сути, можешь выйти в любой мир, смотришь видосы на ютубе, смотришь какие-нибудь обучалки, сам что-нибудь снимаешь, также есть много видеоигр, вот ты сам, сколько там уже игрух прошел? Я больше игрух прошел до карантина. Да? Мне кажется, я просто карантин был до всего остального, ты его сам себе поставил. Плюс еще есть книги, короче, можно по максимуму развиваться, вот мне сейчас моя школа английского языка говорит, типа, Антон, у нас карантин, все дела, давай вот по скайпу учиться, сейчас у нас такая новая тема, это тоже офигенно, по сути, ты ходишь на учебу, может быть, в дальнейшем мы также будем снимать обучающие видео, сегодня обучаем кикфлип на диване, ты такой ставишь, доска без подвесок, ногу туда, щелкаем так, все остальное. Короче, нужно просто максимально не отчаиваться и следить за гигиеной и стараться никого не заражать, ну и самому не заразиться. Если мы немножко перетерпим, пересидим эту всю тему, то в дальнейшем все будет вообще четко, круто, мы победим и жизнь начнет опять струиться ключом, мы будем кататься и прогрессировать. Я думаю, оно обширное, максимально такое, нет таких, знаешь, узких правил, что типа, что ты, как ты будешь это переживать, главное не спейтесь, и все, вот что можно, самое главное. А так, делайте, что хотите, тусуйте, ну и из дома не выходите, пока есть такая возможность. Ну в любом случае, говорю, любой опыт, это опыт, поэтому не бойтесь что-то экспериментировать и стараться делать что-то новое. Враил, Роша, вы все-таки все-таки лучшие, вы все-таки прекрасны, я тебя люблю, и в algún день я буду понимать ваши видео. Привет! Пока!